здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я рада вас приветствовать еще раз поздравляю вас с праздником с рождеством желаю всем крепкого здоровья счастья семейного благополучия любви рождество это лучшее время для проведения волшебных ритуалов и оберегов и различных обрядов не упустите свой шанс на себе испробовать мощную магическую силу такого времени тем более многие народные рождественские ритуалы незатейливы они делаются до 19 января до крещения сегодня тема моего расклада будет ваш тайный недруг если у него желание нанести вам вред кто он что мы делаем для начала я вас познакомлю с ритуалом который вы должны будете сделать если у вас есть какие-то опасения какие-то тревоги по поводу тех или иных людей что вы должны будете сделать вы должны это будете сделать вечером в при полной тишине вы должны будете взять четыре свечи мисочку с водой но она не должна быть не должно быть много воды и еще одну мисочку небольшую плошечку с солью дальше что вы делаете вы зажигаете 4 свечи устанавливая первая свеча идет сюда вторая свеча идет сюда третья свеча ставится справа и четвертая слева установили свечи дальше что вы делаете зажигая первую свечу вы читаете молитву которая будет находиться под данным видео дальше зажигая вторую свечу вы также будете читать эту же молитву третью свечу вы также будете читать эту же молитву которая под данным видео читаются молитва один раз и четвертое также вы зажигаете свечу все это нужно будет зажигать только спичками дальше что вы делаете вы при полной тишине сидите ждете когда ваши свечи прогорят у вас должны быть только положительные мысли никаких отрицательных эмоций никаких отрицательных мыслей ничего не нужно желать своим врагам своим недругам отпустите все ситуации как говорится вселенная вам помогает и все за вас решит кому нужно прилетит обратка и идет мощная чистка в этот момент дальше свечи прогорели до конца что вы дальше делаете вы берете ложку с водичкой и опрыскиваете свое лицо но не вытирайте оставшуюся воду оставшуюся водой вы можете опрыскать то место где вы спите что вы делаете с солью вы берете соль и ставите под проточную воду но чтобы она хорошо хорошо смылась в раковину и все больше ничего делать не нужно а сейчас я сделаю расклад и посмотрю это будет на один вариант и посмотрю ваш тайный недруг ваш тайный недруг работаю я сегодня с колодой дюрера очень замечательная колода так давайте я посмотрю кто ваш враг ну я так могу сказать здесь выступает в роли вашего тайного врага женщина причем женщина у умудренная опытом я могу еще сказать что вы либо когда-то одалживали этой женщине деньги либо что-то давали из своего дома этой женщине и она однозначно к вам питает некую такую зависть женщина это ну приблизительно она может быть любого возраста но она достаточно умная хитрая также могу сказать что здесь может даже проиграться имя поля эта женщина любит мужчин и она имела возможно имеет отношения с не свободными женатыми мужчинами дальше что еще можно сказать об этой женщине но я могу сказать что она достаточно опасно в каком плане она никогда не раскроет своего истинного лица она очень изобретательна эта женщина и также могу сказать что она может настраивать против вас даже где-то как-то коллектив на работе у многих это вы знаете может быть даже женщина приближенная к вашему дому которая оказывает влияние на ваше окружение дальше что я хочу сказать об этой женщине она умна хитра у нее есть дети и чем она может быть опасно давайте посмотрим она очень легко втирается в доверие причем в доверие ко всем и она влияет на ход событий в вашей семье она однозначно негативе она завидует вам она завидует вашей семье она завидует тем что вы можете нравиться людям что вы притягиваете к себе людей она знаете опасно тем что она во первых она носит маску и ее не так то просто разгадать но этот человек опасен тем что она бесстрашна понимаете то есть этот человек который способен очень намного и также могу сказать что возможно где то сейчас я посмотрю она втайне прям желает вам можно сказать ничего хорошего она вам не желает вот ей прям не имеется ей прям не имеется и она завидует тем как вы выглядите как вы одеваетесь какие мужчины вам нравятся как кому вы нравитесь из мужчин понимаете здесь идет такой настрой полного негатива дальше дальше если еще какие то враги у вас если еще какие то враги у вас ну я так могу сказать здесь может быть на работе начальник это может быть кто угодно по гороскопу это и овен и телец и водолей но в общем то человек да а довольно таки влиятельный я вижу что вот как то этого начальника на работе против вас могут настраивать другие люди вы можете находиться в такой некой конфликтной ситуации почему от чего допустим вы так можно сказать негативно влияете на начальника чем вы можете его раздражать но прежде всего своим самодолюбием и непокорностью даже возможно от вас хотят избавиться знаете как сказать чтобы нарушить вашу стабильность именно финансовые и и нарушает вас могут периодически вам денег не доплачивать они не оценивать вас по достоинству как человека вообще хочу сказать что вы сами человек по себе очень мощный очень сильный и свободолюбивые вот внешне вы вызываете раздражение тем что вы вызываете знаете такой некую все равно зависть вам даже когда плохо вы это никогда не показываете а многих это раздражают и ноющих людей собственно говоря не любит но и не любит сильных людей сильные люди раздражают и знаете возможно вы многих раздражаете даже своим оптимизмом есть вас некая может быть такая даже легкость в жизни по жизни что вы ни за что не цепляетесь да вы в глубине души переживаете а может быть за какие-то финансовые потери а также могут быть проблемы со здоровьем но другие люди не знаю вас поверхностно оценивая вас они считают вас неким таким визу чекам и баловнию судьбы чего бы вы не было не захотели вы все можете получить совет таро какой совет вам идет вам рекомендуется почиститься это во первых побыть все таки наедине с самим собой как-то все взвесить сезая против прислушаться к интуиции к своей а что вам подскажет интуиция знаете возможно от некоторых людей вам просто-напросто придется избавиться но постепенно не делая никаких резких шагов ничего не предпринимая резкого постепенно потихонечку свести с некоторыми людьми просто напросто отношения на нет присмотреться к своему окружению присмотреться к тем людям которые вхожи в ваш дом присмотреться к родственницам именно женского пола а также приятельницам и подругам за вашей спиной всегда будут сплетни это однозначно вы всегда будете вызывать такое некое чувство соперничество чувство раздражения чувство зависти но как говорят на каждый роток не накинешь поток если кому-то понадобится индивидуальный расклад под данным видео также будут находиться номер телефона куда вы можете написать на вайбер или на войсап я желаю вам всего доброго берегите себя счастья вам люби и здоровья